Здравствуйте! В эфире канала «Россия-24» информационная программа «События недели» в студии Майя Хамдохова. Сегодня третий заключительный день выборов в Карачаево-Черкесии. Во всех городах и районах республики жители активно приходят на избирательные участки. Напомню, проголосовать жители могут с 8 утра до 20 часов вечера. На некоторых избирательных участках применяются комплексы обработки избирательных бюллетеней. За ходом выборов следят наблюдатели. Безопасность и порядок на участках обеспечивают сотрудники правоохранительных органов Карачаева-Черкесии. За два дня выборов в Карачаево-Черкесии никаких нарушений не было зафиксировано. 3 сентября по всей России отметили «День теледарности в борьбе с терроризмом». Все вспоминают погибших в страшной трагедии, которая произошла 20 лет назад в Северной Осетии. Подчить память жертв теракта в школе Беслан в амфитеатре Черкеска собрались представители общественных и религиозных организаций, различных предприятий и организаций и школьники. В памятном мероприятии принял участие и глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов. Подробнее Алихан Лепшоков. Сегодня каждый из нас выражает свою солидарность в борьбе с терроризмом и разделяет тут тяжесть и боль пострадавших от рук террористов. Открывая мероприятие, представители мусульманского и христианского духовенства республики совершили обряд дуа и молебен по погибшим в Бесланской школе. После чего мьютой молчания все собравшиеся почтили память погибших во время теракта 334 человек. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов отметил, что терроризм в любых проявлениях не имеет никакого оправдания и только консолидированное наше общество сможет противоставить этому негативному явлению. Я уверен, что консолидированное общество и правоохранительные органы и само население мы все должны никогда не забывать эти тяжелые страницы в истории нашего государства и вместе должны бороться с проявлением экстремизма, терроризма и любых радикальных идей, которые, к сожалению, в том числе и в нашей республике, у некоторых в головах витают. Это надо отбивать таким образом, чтобы никому никогда не повадно было. Я помню, когда мы впервые услышали о произошедшей трагедии в Беслане, все были в оцепенении от той жестокости и бесчеловечности, отметила уполномоченная по правам ребенка в Карачаево-Черкесии Мария Алакаева. Оправдания терроризму нет и никогда не будет, и в особенности по отношению к невинным детям, подытожила она. Прошло 20 лет, по-прежнему ком в горле, когда вспоминаю эти три дня сентября. Борь и ужас не утихают. Действительно, это был один из самых чудовищных терактов новейшей истории. Борь Беслана – это наша общая боль. И у тех нелюдей, у террористов нет ни человеческого лица, ни веры, ни национальности. В различных террористических актах произошло на территории России именно представители силовых структур принимали участие в освобождении и сохранении жизни пострадавших от теракта, порой ценой собственной жизни. И сегодня собравшиеся отдали дань памяти и сотрудникам правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. Терроризм – это зло, которое попирает законные права всех людей. Это зло, которое попирает права и стремления всех народов всего мира, не побоюсь этого слова. Права других граждан уносят жизни ни в чем не повинных людей и, что самое страшное, жизни детей. Сегодня мы, молодое поколение, говорим терроризму нет. И наша задача – сохранить любовь к жизни и к Отечеству, подчеркнули выступающие. Мы никогда не забудем этих людей, ставших жертвами чудовищного террористического акта. Терроризм – это страшное явление нашего времени. Это воплощение страха, боли, отчаяния, слез, невозвратимых потерь и человеческого бессилия. Памятное мероприятие прошло 3 сентября и в селе Кастахи-Тагурово. Представители власти республики и муниципальных образований, педагогические коллективы приняли участие в митинге около памятника жертвах вооруженного нападения на Северо-Осетинскую школу в сентябре 2004 года. Подробности у Артура Мхце. Спасти не смогли, уберечь не сумели. Простите, что вас не увидят нам вновь. За то, что совсем ничего не успели. За то, что не дети хоронят отцов. Со временем трагедии в Беслане прошло 20 лет. Для подавляющего большинства жителей российских регионов та беда в Северо-Осетинской школе стала личной. А боль от потерь не утихает и по сей день. В селе имени Кастахи-Тагурово около памятника жертвам вооруженного нападения в Беслане был организован траурный митинг. Его участникам снова рассказали о тех событиях, об уроках прошлого и необходимости помнить, в связи с чем был инициирован День борьбы с терроризмом. С 3 сентября мы вспоминаем всех, кто больше не придет к нам. Этот день мы вспоминаем не только Беслан. Мы вспоминаем всех, кто погиб в Деновске, на Дубровске, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Владикавказе, в Нальчике и на Зране, в Волгограде, в Грозном и других местах кроваво-стероатических атак. Участники митинга почтили память жертв бесланской трагедии «Минуты молчания», а затем возложили цветы и венки к мемориальному сооружению. К слову, при подготовке к мероприятию педагоги рассказывали воспитанникам о событиях 20-летней давности, что отмечали в разговоре и сами школьники. Я изучала, это было довольно сложно, учитывая то, что это утрата очень сильная. Наверняка, людям, которые пережили это, сейчас намного труднее, чем я, когда это рассказывала. Когда я рассказывала, я переживала эти моменты, говоря об этой утрате. Оправдания терроризму нет и никогда не будет. И прошедшие в республике памятные мероприятия еще раз показали единение людей на фоне большой беды. Ведь перед лицом любых трудностей и вызовов народы многонациональной России становятся куда более сплоченными. Артур Махце, Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевский район. Жил как герой и погиб как герой. В Нальчике состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию улиц имени Героя России, генерала-майора авиации Канамата Баташева. Это событие стало значимым для жителей города и всей республики, так как Канамат Баташев внес огромный вклад в развитие и защиту страны. Смотрите подробности. Теперь одна из улиц столицы Кабардино-Балкарии, ведущая к самому крупному образовательному учреждению города, будет носить имя нашего земляка Канамата Хусеевича Баташева. Герой России – талантливого летчика, посвятившего всю свою жизнь покорению неба и внесшего неоценимый вклад в защиту Родины, ее населения и интересов. В Нальчике на торжественном мероприятии приняла участие делегация из Карачаева, Черкесии, во главе с первым заместителем председателя правительства республики Хызыром Чекуевым и представителями рода Баташевых. За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, Канамату Баташеву присвоено звание Героя России посмертно. По этой улице в Нальчике ежедневно будут проходить порядка полутора тысяч детей, стремящихся получить новые знания, вырасти и стать достойными гражданами своей страны и малой родины. Представители власти подчеркнули важность сохранения исторической памяти и воспитания подрастающего поколения на примерах таких выдающихся личностей, как герой Канамат Баташев. Он служил в военно-воздушных силах России 35 лет. Очень значимо, что улица, которую мы открываем, по которой будут ходить наши дети в школу, будет носить имя Героя России Канамата Баташева. Это пример, как надо любить родину. Наверняка, кто-то из них выберет профессию летчика, вдохновившись историей подвига Канамата Хусеевича. Уверен, память о нем будет воспитывать и укреплять патриотический дух у всех жителей нашей многонациональной, многоконациональной страны, Великой России. Рашид Борисович Темрезов. От имени многонационального народа Карачаева-Черкесии и от себя лично глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов выразил слова благодарности главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову за инициативу по увековечению имени нашего земляка Канамата Баташева. Руководитель республики выразил уверенность, что память о Герои России будет воспитывать и укреплять патриотический дух у всех жителей нашей многонациональной и многоконфессиональной страны. Канамат всю свою сознательную жизнь посвятил служению Отечеству. И второе, Канамат жил как герой и погиб как герой. Наш президент, верховный главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, высоко оценил его героический подвиг, наградив самой высокой наградой нашей страны. После своей смерти Канамат Баташев оставил неизгладимые следы в истории своей страны. Открытие улицы имени генерала-майора авиации Канамата Баташева стало не только данью уважения его подвигам, но и важным шагом в формировании гражданского сознания и патриотизма в сердцах людей. Майя Хамдохова, Вести, Карачаево-Черкесия, Нальчик. По программе социальной догазификации в Карачаево-Черкесии к природному газу дополнительно подключены более 200 с половиной тысяч семей республики. Так, в селе Счастливом Пригубанского района республики голубое топливо поступило в домовладение семьи участника СВО Анзора Каркмазова. Подробности у Артура МХЦ. Разрешите осуществить пуск. Разрешаю. Представители руководства республики Прикубанского района и ресурсоснабжающей организации дали старт подключению к газоснабжению домовладения представителя льготной категории, участника специальной военной операции Анзора Каркмазова. Ранее для приготовления пищи и обогрева жилых помещений его семья использовала жиженый газ в баллонах. Однако, благодаря программе социальной дегазификации в этот дом, а также в дома еще более двух с половиной тысяч семей, теперь поступает голубое топливо. От имени главы Карачаева Черкесской республики Рашида Борзбевича Тымрезова я хочу поздравить сегодня вас с этим замечательным днем, когда в ваш дом придет тепло, газ. Хочу пожелать, чтобы вместе с этим газом в ваш дом пришло счастье, благополучие. И самое главное, чтобы ваш сын, который сегодня выполняет свой воинский долг, гражданский долг, конституционный долг, чтобы он живой, здоровый вернулся к вам. Отдельные слова признательности, что вы вырастили настоящего мужчину, защитника нашего отечества. Благодаря программе социальной дегазификации, запущенной нашим национальным лидером, президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, и благодаря главе республики вы, как отдельная, особо значимая категория потребителей, сегодня воспользовались правом на субсидию, на предегазификации, и ваше домовладение подключено к газу абсолютно бесплатно. Представители ресурсоснабжающей организации на всякий случай провели для родителей Анзора Каркмазова инструктаж по использованию газового оборудования. Как же не подпускать детей газовым прибором. И не забывать о ежегодном техническом обслуживании всех газовых приборов. А родственники поделились собственными переживаниями. Мы почти рядом живем с братом, так что я его проблемы знаю, его боль, как он волнуется за своего сына. Я все это вижу и вместе с ним переживаю и за отчизну нашу, и за детей, которые служат. В настоящее время с нашего района достаточно большое количество, находящихся в зоне СВО. Всяческая всемерная поддержка оказывается администрацией района. То есть это и все социальные выплаты, это вся социальная поддержка, это та же газификация, как сегодня. По программе дегазификации подводится к земельному участку, на котором построен дом. А дальше подводится уже за счет средств Газпрома, Министерства труда социального развития, то есть на газоиспользующее оборудование. К слову, в настоящее время по программе социальной дегазификации в Карачаево-Черкесии принято еще 4800 заявок. И, как заверяет Газпром Межрегион Газ Черкесск, все домовладения обязательно будут газифицированы. Артур Макцех, Ахмат Чучаев, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Прикубанский район. Во всех учреждениях образования Карачаева-Черкесии на этой неделе прозвенел первый звонок. Торжественное мероприятие в третьей школе, открывшей двери после капитального ремонта, посетил глава республики Рашид Темрезов. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Нарядные детки и даже не пытающиеся скрывать волнения взрослые. Капитальный ремонт третьей школы Черкеска завершился будто специально к самому знаменательному пока что событию в жизни нескольких десятков первоклашек. Вместе с учащимися, а также с педагогами и родителями день знаний отметил и глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов, который поздравил ребят с началом важного этапа. Конечно, это в первую очередь праздник для наших дорогих и любимых первоклашек, для их родителей, конечно же, для педагогического состава новой, обновленной, третьей школы города Черкеска. По поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина ведется очень серьезная работа по улучшению качества образования. Даже вот эта программа по капитальному ремонту школ, только в Карачаево-Черкесии к концу следующего года мы капитально отремонтируем 62 школы. К слову, масштаб проведенных в обновленной школе работ отметили и выступавшие со стихами ученики. Школа вся преобразилась, новоселью нарядилась. Вот и исполнилась наша мечта, новую школу войти нам пора. Ну а далее первоклашки и без 10 месяцев выпускники звоном колокольчиков известили о старте нового учебного года, который для ребят без сомнения станет увлекательным в стенах родной школы. После торжественной линейки почетные гости прошлись по кабинетам, оценили условия, в которых с этого дня будут учиться юные жители Черкеска. Воспоминаниями о проведенном в этом здании времени поделился и руководитель республики. Вспоминаешь, заходишь, все этажи помнишь, все кабинеты помнишь, сейчас чуть поменялось все, конечно, по насыщению. Сейчас у ребят гораздо больше возможностей и учиться, и много новых дисциплин, которым можно действительно учиться. И на ваш взгляд, если была такая возможность в то время, наверняка куда-нибудь еще... Вы знаете, каждое время оно по-своему разное, на линейке дети уже говорят о том, что говорит наш президент. Основа развития нашего государства – это качественное образование, это всестороннее развитие наших детей. И сегодня в Российской Федерации все для этого делается. Мы имеем все возможности, у нас, я вообще считаю, система образования Российской Федерации самой крутой, самой лучшей. Гости посетили отремонтированные кабинеты, оценили обновленную и ароматно пахнущую столовую, дали старт спортивным занятиям на площадках, которые соответствуют современным стандартам качества. К слову, в недалеком будущем это учреждение в рамках проекта образования обзаведется и собственным школьным театром. Так что мальчишкам и девчонкам остается лишь проявлять усердие, стремиться постигать новое, получать знания, которые в будущем помогут им и, разумеется, развитию республики и страны в целом. Артур Мухцелек, Малхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. Также Рашид Тимрезов принял участие в открытии новой современной школы на тысячи мест в селе Учкикен Малокарачаевского района. Седьмая средняя общеобразовательная школа имени Бориса Узденова была построена в рамках нацпроекта образования. Для самых юных участников новое современное учреждение позволит всесторонне развиваться и расширять свои таланты. На торжественные мероприятия побывал и Алихань Лепшоков. Совершенно новая и современная школа в селе Учкикен открыла свои двери для тысячи школьников. Примечательно, что именно в год семьи был построен этот объект и в первый класс пошли 120 малышей. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов поздравился в собравшихся с началом учебного года и с вводом в эксплуатацию данного образовательного учреждения. В Малакарачаевском районе за последние годы было построено две школы, пять школ отремонтировано. Построены детские сады больше чем на 700 мест. Район уверенно развивается и уверен, что мы и дальше будем поддерживать во всех сферах жизнедеятельности и, конечно же, в системе образования. С большим нетерпением ждали открытия школы родители наших учеников. Мать шестерых детей, выпускница этого образовательного учреждения Фатима Байрамкулова, от имени родительского коллектива выразил благодарность главе республики и всем, кто помогал в строительстве данного объекта. После глава республики вместе с первоклассниками, которые являются детьми участников СВО, перерезали красную ленту и торжественно открыли двери новой школы. Рашид Темрезов посетил кабинеты, где проводятся уроки по робототехнике и также провел урок в рамках разговоров о важном, на тему семейных ценностей. В школе есть просторный актовый зал, функционируют большой и малые спортивные залы, где дети могут посещать различные спортивные секции. Вместе с главой региона в образовательном учреждении побывал и участник СВО Рашид Акбаев, который остался под большим впечатлением от увиденного. Мы тоже, как участники специальной военной операции, очень рады, что подрастающее поколение будет учиться в таких условиях, как сейчас говорил с директором школы. Я один год здесь учился на подготовительных курсах, сам с Красного Кургана, конный завод. И здесь год учился, но в старой школе. Просто тогда невозможно было представить, что будет такая школа. В школе уютно оборудована столовая на 250 мест и с пищеблоком с современным оборудованием. Для учащихся учеба в этом прекрасном здании будет наполнена знаниями и новыми открытиями. Сегодня мы пришли в новую школу. Это для нас очень радостное событие. Раньше, когда мы учились в старой нашей школе, она была старой. Она была построена 64 года назад. Во дворе новой школы функционируют две спортивные площадки для футбола и баскетбола, где в свободное время дети могут уделять особое внимание физическому здоровью. Аль-Халеб Шоков, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия, Малокарачаевский район. В ходе рабочей поездки в Малокарачаевский район глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов провел встречу с главой администрации района Рамазаном Байрамуковым, который проинформировал о текущей социально-экономической ситуации в муниципалитете, готовности учреждений образования к старту нового учебного года, а также о ходе подготовки объектов в социальной сфере ЖКХ к отопительному сезону. В частности, социально значимые обязательства районного бюджета исполняются в полном объеме. На 22% вырос ввод жилых домов. Активно идет процесс социальной дегазификации. Продолжается капитальный ремонт зданий школ в Учкикене и Первомайском. Строительство других объектов ведется в соответствии с планом. Стороны обсудили также организацию в районе работы по оказанию помощи военнослужащим, участникам СВО и членам их семей. Каждая семья в районе находится в зоне постоянного внимания как администрации района, так и социальных служб. Также в тесном контакте с командующими войсковых частей на регулярной основе формируются и отправляются в зону проведения СВО грузоподдержки. Рашид Тимрезов отметил активное участие жителей Малокарачаевского района в сборе гуманитарного груза в Курскую область, а также комплексную работу по патриотическому воспитанию молодежи. Прекрасная возможность получить профессию будущего. В Черкесске на базе многопрофильного технологического колледжа открылся Центр опережающей профессиональной подготовки. Об основной задаче учреждения расскажет Алихан Лепшоков. Центр опережающей профессиональной подготовки позволит гражданам всех возрастов повысить свою квалификацию и пройти профессиональную подготовку. На открытии учреждения всех собравшихся поздравил заместитель председателя правительства Карачаева Черкесии Джанибек Суюнов. Он подчеркнул, что Центр опережающей профессиональной подготовки открывается в рамках федерального проекта «Профессионалитет» по поручению главы республики. С открытием этого центра мы связываем большие надежды по выполнению тех целевых показателей, которые доведены до нашей республики в рамках исполнения вопросов, связанных с подготовкой, переподготовкой кадрового потенциала нашей республики. В связи с этим у нас ряд задач перед нами стоит. Мы надеемся, что с открытием этого центра для наших граждан появится возможность получить профессиональное образование по наиболее востребованным перспективным профессиям и компетенциям, отметила министр образования и науки Карачаева Черкесии Инна Кравченко. Опережающая подготовка – это значит подготовка тех специалистов, которые нужны будут экономике региона уже завтра. Именно этот центр будет заниматься подготовкой конкурентноспособных, высококвалифицированных кадров в том числе. Мы должны понимать, какие кадры нужны, где и когда они потребуются. И сегодня создана вся необходимая инфраструктура, чтобы эта подготовка проходила на высоком уровне. После заместитель правительства республики Джанибек Суинов и министр образования и науки Инна Кравченко, перерезав красную ленту, дали старт деятельности центра, опережающей профессиональной подготовки. Все кабинеты оснащены современными компьютерами и необходимым оборудованием для учащихся. Здесь каждый сможет получить тот необходимый багаж знаний для дальнейшего трудоустройства по востребованным профессиям. Будем надеяться, что этот центр принесет много положительных результатов для нашей республики, для нашего населения, для нашей экономики. Будем ориентироваться как на профессиональную ориентацию школьников и для всех категорий граждан будем готовить активную переподготовку, повышение квалификации, будем адаптировать наши программы под реалии экономики. Собравшиеся подчеркнули, что данное образовательное учреждение станет для всех жителей региона местом вдохновения и новых знаний для профессионального роста. Али Халебшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. В Черкесии сотрудники Республиканской госавтоинспекции совместно с активистами школьного движения «Юная смена» в рамках недели безопасного дорожного движения провели плановые информационно-пропагандистские мероприятия. Ахмат Халкечев расскажет подробнее. В целях снижения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, а также снижения дисков травматизма на дорогах, полицейские и их юные друзья запустили информационно-пропагандистскую акцию с говорящим названием «Внимание дети». Ну а в зоне особого внимания участки с высокой интенсивностью движения и имеются нерегулируемые пешеходные переходы. Выбрали мы сегодня именно данную, скажем так, локацию ввиду того, что очень большой транспортный поток на данном участке автодороги и имеется пешеходный переход нерегулируемый. Соответственно, очень много детишек тоже переходят через данный участок автодороги. Ну, в том числе и взрослые, конечно, так и переходят. Вот и хотим акцентировать внимание людей на проблематике именно детского дорожно-транспортного травматизма. За первые 8 месяцев текущего года на территории региона в дорожно-транспортных происшествиях пострадало 28 несовершеннолетних. Ну а в трех случаях погибли дети. Сегодня сотрудники полиции проводят профилактические мероприятия. На ваш взгляд, насколько важны и необходимы подобные мероприятия? В нашем городе это, если честно, важно. То есть все-таки есть нарушители у нас? Есть, конечно. Особенно сейчас молодежь, какая пошла, даже без прав на машинах ездит. Бывают, не пропускают? Да, конечно, бывает. Для большей эффективности профилактических мероприятий юные друзья полицейских возле пешеходных переходов с помощью специальных трафаретов наносят призывы для взрослых. Возможно, такая ситуация, когда человек думает о каких-то вещах, весь торопится, спешит. И вот, подойдя к правильной части, увидев прямо непосредственно в близости от пешеходного перехода надпись с напоминанием о том, как правильно переходить через дорогу, да, что если ты идешь особенно с ребенком, чтобы ты обязательно держал ребенка своего за руку, чтобы ты переходил дорогу, посмотрев по сторонам в обязательном порядке, чтобы ты не переходил рядом с пешеходным переходом, а непосредственно по нему, да. Вот эти моменты все, конечно, в голове у человека будут по новой срабатывать, и он уже будет действовать уже так, как положено по закону. Хоть и наблюдаются тенденции снижения общего числа пострадавших, тяжесть последствий возросла, с сожалению, отмечают полицейские. Общий уровень культуры повысился. А как вы думаете, благодаря чему? Скорее всего, наша полиция хорошо работает, прекрасно. Они когда на месте, все прекрасно происходит. То есть никто не нарушает, когда сотрудников наблюдают? Да, 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 я это и хотел сказать. Ахмат Халкичев, Олег Малхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!